Здравствуйте, это Бизнес Идея. Сегодня мы расскажем об истории нового бизнеса, именно о швейной мастерской. Отеле, о котором пойдет речь в нашем выпуске, создано было в 90-е. Именно тогда многие наши граждане решили заняться предпринимательством. Если для одних бизнесом считалась простая коммерция, то другие решили заняться производством или сферой услуг. К ним можно причислить Светлану Андриенко с ее единомышленниками. Светлана Андриенко – одна из соучредителей этого небольшого предприятия. В 90-е, оставшись в неудел, она и еще две единомышленницы решили создать свое дело. Новоявленные бизнес-вумен после того, как предприятие, где они работали, закрылось, успели набрать опыт, что позволило, открыть ателье. Наш швейный столом называется «Сокол». Организованный был он в 1994 году. В принципе, организовались очень спонтанно, даже не думали, почему. Потому что были тяжелые времена, 1994 год, когда отключался свет, когда было очень много проблем. И вот собрались втроем мы, бывшие работники бытового обслуживания нашего города, грубо говоря, комбината, скажем так. И создали такую маленькую небольшую швейную мастерскую. В 90-е годы времена кризиса. На них пришли самые тяжелые моменты швейного ателье. По словам Светланы Валентиновны, особенно досаждали веерное отключение электричества. Приходилось останавливать работу и ждать подключения. Со временем работа наладилась. Появились постоянные клиенты. До 2000 года мы арендовали помещение по городу. Мы работали на КАЗ-почте. У нас было помещение и в горсельпроекте. И в 2000 году, в общем, у нас так получилось, что мы взяли кредит и купили вот эту вот квартиру. Вот сейчас мы находимся здесь. Это наш второй дом. Причем там, что большее время, конечно, мы находимся здесь. Здесь занимаемся мы пошивом. Служиваем население. Работаем только мы на Индпошив. Работаем как женщинами, так и с мужчинами. Шьем и мужскую одежду, и женскую. Работаем с мехами, норочкой, цигейкой и так далее. Кроме головных уборов. Сегодня проблем, которые существовали в 90-е, уже нет. Однако сейчас предприятие вынуждено конкурировать с ширпотребом и за рубежом. Спасает только наработанная клиентская база. Это отелье уникальна в том смысле, что работники здесь являются одновременно и владельцами бизнеса. Точнее сказать, владельцы сами работают швеями. Потому что сегодня проблематично найти специалистов. Мастера не идут, девчата не идут работать в швейную промышленность. Ну, почему не так? Потому что, наверное, тяжело работать. Ну, и зарплата, скажем так, не сильно высокая. Пока ты наработаешь, первоначально я имею в виду, потому что пока ты наработаешь навыки свои, пока ты научишься хорошо шить, даже ровную строчку прокладывать, это нужно определенное время. Проблемы сейчас, ну, заказчиков сейчас не так много. Очень много, сейчас конкуренция очень большая. Даже конкуренция не в плане того, что швейных цехов по городу, а в плане готовых изделий. Турецких много готовых изделий, белорусские, очень шикарные сейчас вещи и цены. А мы свою цену не можем снизить. И почему? Потому что у нас очень высокие затраты, у нас налоги, у нас оплата полностью коммунальных услуг. Потом закуп материалов сейчас очень дорогие. Во сколько поднялись цены на те же нитки, тот же весь приклад, те же все прикладные материалы. Конкретно продукции еще не уходят? Да, конечно. Поэтому если калькуляции просчитать, то, скажем так, у нас, в принципе, доход-то и не такой большой, как хотелось бы. И сказано, становится и понятно, что это небольшое предприятие намерено расти. По словам Светланы Андреенко, есть некоторые планы. Ателец занимается индивидуальным пошивом, но в перспективе руководство намерено выйти на новый уровень. Есть у нас планы начать массовое производство, выйти на портал и попытаться поработать. Но я не имею в виду постельный белье и так далее. Может быть, халат, может быть, какая-то спецовка более интересная, более экстравагантная. В госзакупку сейчас идет? Да, да, да. В госзакупках пытаться поучаствовать. Ну и, конечно, нужно обновлять, обновлять, обновлять оборудование. Сейчас прогресс идет у нас семи милями шагами шагает, поэтому оборудование сейчас вообще шикарное. Хотелось бы обновиться. Буквально неделю назад глава государства озвучил очередное послание, в котором указал основные векторы развития для казахстанцев. Большая часть посвящена именно экономике, освящены приоритеты для малого и среднего бизнеса. Светлана Андренко, как и многие другие, многое подчеркнула из стратегического документа. Да, ну вот, наверное, и, может быть, благодаря посланию президента, благодаря тем новым законам, тем поправкам к законам, которые у нас будут в 2016 году, то, что мы узнали из послания президента по кредитованию, льготному кредитованию, на развитие предприятия, бизнеса, на обновление оборудования того же. Может быть, что-то у нас получится. Ну и, конечно, мы ждем кадры, ждем-ждем кадры новые. Со своими новыми мыслями, новыми идеями. Соучредители швейного отеля ни разу не становились участниками госпрограммы поддержки бизнеса. Бизнес-вумен брали взаимные средства, но на общих основаниях. Инструменты поддержки может предложить Народный Банк Казахстана. По традиции, сотрудники финансового института расскажут о некоторых из них. В Народном Банке действует программа «Халык Бизнес Старт». Целевая группа по данной программе – это индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие или планирующие осуществление своей деятельности в приоритетных секторах экономики в соответствии с общим классификатором видами экономической деятельности. Также не имеющие просроченной задолженности по текущим займам либо договорам лизинга на дату обращения за финансовым инструментом. Не имеющие на последнюю отчетную дату до обращения за финансовым инструментом задолженности по налогам, по обязательным пенсионным взносам и социальным отчислениям в бюджет. Также срок государственной регистрации которых на момент обращения за финансовым инструментом составляет менее трех лет. Имеющие опыт в планируемом бизнесе, опыт в качестве наемного работника, партнера по бизнесу, либо имеющие образование, соответствующее по осуществляющей деятельности. Максимальная сумма по программе «Халык Бизнес Старт» составляет 20 миллионов тенге, минимальная сумма – 1 миллион тенге. Срок, он зависит от цели. Если на пополнение оборотных средств, то от трех месяцев до трех лет. Если на инвестиционные цели кредитуется клиент, то от трех месяцев до пяти лет. Мир вокруг нас прекрасен. И каждый день мы открываем в нем что-то новое. Новые эмоции, новые перспективы, новые впечатления. С карточками Народного банка ваши возможности безграничны. Живите ярче! С кредитной картой «Халык Банка». В свое время у предпринимателей были проблемы. За помощью они обратились в Палату предпринимателей Акмолинской области. Хотя дело напрямую не касалось самого бизнеса, все же эксперты Палаты оказали поддержку. Да, еще я бы хотела поблагодарить Палату предпринимателей. Потому что, естественно, без проблем не бывает. У нас возникли в прошлом году серьезные проблемы с одним из предприятий нашего города по оплате. Я обратилась в Палату предпринимателей, непосредственно Геряшникова Сергеевна. Она очень хорошо мне помогла. Мы написали исковое заявление в суд. Я чувствовала поддержку в суде непосредственно вашей Палаты. Огромное спасибо. Мы выиграли суд. В общем, чувствуется работа. Не просто на бумажке, а на деле. Спасибо огромное. К новостям Палаты. В апреле этого года предприятие Казгеркус решило разместить наружную рекламу с логотипами и контактами на своих автотранспортных средствах, в связи с чем направило соответствующие запросы в различные органы. В частности, было направлено письмо в Акимат района Ибишидер. Несмотря на кажущуюся простоту вопроса и неоднократное обращение в различные инстанции, положительного результата птицефабрика так и не получила. Свой отказ местные исполнительные органы мотивировали тем, что в их стандарте Госузлук этот вид не предусмотрен. Дело сдвинулось с мертвой точки после обращения в Палату предпринимателя Акмолинской области в законе РК о рекламе, а также в налоговом кодексе Республики Казахстан четко говорено, что наружная реклама на автотранспортных средствах размещается на основании разрешения, выдаваемого местными исполнителями органами. Таков ответ эксперта Палаты. Исход дела разрешил ответ полученный из прокуратуры района Ибишидер. Доводы, изложенные в обращении субъекта предпринимательства, надзорный орган счел убедительными. На сегодня Акимату района вынесли представление об устранении нарушений. С подобными и другими проблемами предприниматели могут обратиться в Палату предпринимателей. Напомню, в последний четверг каждого месяца проводится День открытых дверей. В ходе этого поднимаются насущные вопросы бизнеса, на которые отвечают представители госорганов. Уважаемые предприниматели, по всем имеющимся у вас вопросам вы можете обратиться в Палату предпринимателей. Эксперты Палаты ждут вас по адресу город Кокшта, улица Абая, 96. Контактные телефоны 72-25-35, 72-25-37 или 72-25-43. На этом мы с вами прощаемся. До следующих встреч. Субтитры подогнал «Симон»